Создать себе удастся, чем бы это ни закончилось. Вы сами понимаете, в турнире из трех команд, если каждая держит по одной победе, вполне вероятный расход. И тогда эти мячи придется считать. Вот сейчас, по сути, что мы видим, плюс один всего у Бразилии, и четыре партии сыграно. То есть ничто. Ничто по сути. Тем более, что надо думать о победе, о мячах, наверное, в последнюю очередь. Хотя это и немаловажно. А вот за победу добороться будет очень трудно. С ошибки начинают олимпийские чемпионы. Тайбрейк. И Матей Козийский на подаче. Продолжает. На его подаче едва не закончилась предыдущая партия. И вот сейчас на его подаче попытались болгары сразу же уйти в отрыв. Для Матей ситуация привычная. Он из столичных динами. Часто начинает с расстановки, когда подает первым в своей команде. И зачастую его команда преимущество собирает на этом. Вот сейчас удалось, главное, выйти вперед. Это теперь, даже если при равной борьбе, бразильцы все время будут на шажочек сзади. Если будет по очереди сниматься команда. А это в пятой партии, когда все очень быстро, все очень коротко. Очень неприятная штука. Цветанов. Живо сравнивает счет в очередной раз. Хорошая темповая атака. 2-2. Если говорить о самых результативных игроках после четырех сыгранных сетов, то самый результативный на площадке это Матей Казийский. 19 очков. 19 очков. И Орданов за один сет успел 8 набрать. Тоже цифра заслуживающая. Внимание, это треть выигранных очков. А если прибавить ошибки соперника, то более третий выигранный всей командой. У бразильцев, как всегда, более ровная ситуация. Загрузка игроков более равномерная. Живо 14 очков. Данте 12. Но они атаковали едва ли не больше других. Тут все закономерно. Сейчас Данте как раз в атаке. Тройной блок перед ним не проиграл. А Рикардос не своим делом занялся. Да, для Аднасимента, конечно, коротковата была эта передача. Но обязан был связующей бразильской командой перебрасывать сетку. Вот теперь он поставил свою команду в очень неприятное положение. 2-4. А вдруг сейчас еще и Орданова подача прорежется. И что тогда? Не получается подача у Орданова. Упорно не получается. Это, пожалуй, единственное, что у него не получается в сегодняшнем поединке. Я думаю, если еще это к нему придет, не дай бог, в матче со сборной России. Очень тяжело будет. А то, что и Орданов сделал заявку на то, чтобы выйти в стартовом составе завтра. Здесь матчи против подопечных Владимира Олеговна. Я думаю, вы не сомневаетесь. Тут уж как Мартин Стоев решит. Ведомо только ему одному. Но вот мы так с тревогой следим за тем, как второй болгарский диагональный. Уверенность себя чувствует вот в такой пиковой, в такой критической ситуации, в которую попала его команда в четвертой партии. Сейчас значительно все проще. Проспал Николов этот эпизод. А все равно, что там, на что указывают арбитры. Стоев показывает на второго судью. У того были какие-то свои мнения на этот счет. И он сейчас доложит их Дюле Хоберу. И может быть, тот с ним согласится. Я, честно говоря, не знаю, в чем тут может быть ошибка. Игра на стороне соперника. Но это не та ошибка, которую второй арбитр должен фиксировать. А Хобер... Да, касание сетки. Вот теперь по жесту первого судьи мы видим. Было. И ведь было у Рикарда касание. Повтор об этом свидетельствует. И 6-3. Вот это уже очень серьезно. Настолько серьезно, что Бернардини берет тайм-аут. Меры вынуждены. Но 3 очка в пятой партии. Это очень много. При том, что уже не только в этом сете, а на протяжении полутора партии болгары не позволяют себе серийных ошибок. Более двух очков в одной расстановке очень резко проигрывают. А здесь надо отыгрываться. И для этого не так много розыгрышей будет. Вообще любопытно может создаться ситуация, если болгары этот матч выиграют. Завтрашний матч со сборной России. Тогда ничего не прояснит по большому в этом группе. Про любом исходе. И все будет решать последний поединок с бразильцем. И так бы было решающим. Но он может стать решающим для всех трех команд, а не для двух. Вот такая может сложиться ситуация. Но об этом будем, наверное, уже говорить по ходу завтрашнего поединка. Сейчас все внимание развязки этого матча. Ананиев очень хорошо попал в четвертой партии в игру. Одно из удачных решений Мартина Стоева. Второе его удачное решение оставить на площадке Николая Николова. Приносит седьмое очко его команде в этом эпизоде. И давайте поздравим болгарского наставника. Независимо от того, как закончится этот матч, его замены более эффективны, чем у бразильцев. Хотя я уже говорил, скамейка бразильской команды посерьезнее. Но это потом уже можно об этом рассказывать. Ананиев сейчас наступает на линию. Действительно, там на полступни зашел. Ну, хотел на вылет подать. Перед этим он затруднил. Имел, наверное, на это право, чтобы не поплыл молодой игрок. Тут же Стоев реагирует, выпускает опытного пламена Константинова. Как раз-то дело к тому, что на задней линии надо играть. А здесь Константинов один из самых спокойных и невозмутимых игроков. Прием держит. А прием сейчас понадобится. Густаво. Можно и с первым темпом. Но есть и Орданов, по которому получается абсолютно все. Даже отскоки всей рикошеты. В пользу этого игрока вроде бы не сильно удар. Но мяч отскакивает в мертвую зону между двумя волейболистами. Сборной Бразилии. Обратите внимание. На задней линии ни один из них даже не дергается. Не понимает, кому этот мяч играть. И, пожалуй, эти 8-4 смена сторон при двукратном преимуществе сборной Болгарии. Удивительное дело. Но самое большое преимущество болгары получили в пятой партии. До этого я не помню, чтобы они вот так вот уверенно выигрывали. Было, конечно, рывки удачные. И четырехочковое преимущество, по-моему, разочек было. Но это было ближе к началу партии. И такого решающего значения не имело. А сейчас растерянность у бразильцев какая-то. Локальная. Подачу болгарам держать обязательно. Но даже с такой подачей четко сейчас справляется. Рикардо разрягал первым темпом. 8-5. Вот сейчас буквально несколько ближайших розыгрышей большое значение будут иметь. Здесь образится всего один перерыв. Бернардини не хочется, естественно, тратить. Надо хоть немножко подтянуться в счете. Что сейчас касание было? Все правильно. Мяс чикнул по Константинову. Когда тот падал или Иорданова задел? Ну вот траекторию он изменил. Это было заметно. Да, похоже, даже в плечо Иорданова попал. Константинов-то успел увереннуть. Да, мясь-то вау отлетел. Обидно. Должно быть сборной Болгарии. Тут же, посмотрите, неуверенный прием. Одно к одному. И палочка выручалась Каиорданов. Вот так вот можно за полторы партии стать героем. Нации даже может быть в определенный момент. В Болгарии тоже волейбол бешен и сейчас популярен. После успешной игры на последнем чемпионате мира. И бойный Иорданов зарабатывает себе весты. Один за одним. 9-6. И вновь быстрая атака. Вынужденный первому темпу, поэтому успел подняться. Цветанов зацепил этот мяч. И вновь Матей Козийский свой шанс не упускает. 10-6. Пользу сборной Болгарии. Вот что, эта команда становится специалистом по-бразильцам. По крайней мере, в рамках мировой лиги можно об этом говорить. Даже независимо от исхода этого матча. В прошлом году 3-0 в стартовом матче. И вот история в какой-то степени повторяется. Приходится, конечно, брать таймаут Бернардини. Но я думаю, его команда основные шансы уступила все-таки в четвертой партии. Было несколько моментов, когда бразильцы догоняли, выходили вперед. Но уж больно как-то спокойно при этом продолжали действовать. Может быть, все-таки до конца еще и не вошли в ритм турнира. Сами понимаете, хоронить их рановато. А если проиграют, то в нашей сборной будет очень тяжело. Очень тяжело. Матчи послезавтра, в заключительном матче этой группы. Придется играть с бразильцами, которые будут... В ситуации раненого зверя. Самуэль Фукс появляется на площадке. Вообще доигровщик. Сейчас он вышел вместо Андрея Насимента. На атаку еще он незаурядный. Может играть и в диагонали. Играл в этой амплуае в клубе в свое минус. С этого сезона будет играть в России за локомотив Белогория из Белгорода. И, наверное, там его мастерство, принимающего в первую очередь, понадобится. Вот бразильцы его и наигрывали на двух позициях. Сейчас Андрея заменил Самуэль. Но заменил именно для одного эпизода, когда надо было сняться с четвертой зоны. Где не всегда диагонально и чувствует себя уверенно. Свою миссию он выполнил. Обратно отправляется на скамейку запасных. На площадке Андрея. Разрыв при этом сохранился. 11-7 в пользу сборной Болгарии. Пламент Константинов уступает свое место на Ниеву. Это как раз на переднюю линию. На задней Константинов тоже свою миссию выполнил. Ошибок не допустил. Отрезок этот болгары выдержали. Разрыв сохранили свой четырехочковый. Казийский выполняет подачу. Прихватывает Андрея. Можно еще оторваться в щетину. И Орданова надо играть. У него сегодня рука горячая. И вновь он выигрывает очередной очко. 12-7. Но просто это просто бенефис этого игрока. Все абсолютно получается. В общем-то, можно было предположить, что он сыграет здорово. Если кто видел первые матчи мировой лиги, которые наш канал транслировал в Болгарии. Аргентина, если не ошибаюсь. И вот там и Орданов очень хорош был. Казийский вновь блестящая подача. И вновь у болгарской команды шанс. Куда и Орданову? На сегодня раз не забил, но опять же ему везет. Мяч остался в игре. Радообразитель больше не допустили вольности себе. Родригало завершает эту ситуацию. Кстати, видно, что он так готов лучше своих партнеров. Это заметно и физически здорово выглядит. И надежно очень. Правда, эта надежность не помогает его команде. Закрывают Казийского, страховать забывают. Болгары привыкли, что все атаки завершаются удачно. Немножко так засмотрелись сейчас. Оскок-то вполне и вполне предсказуемый. Ну и приходится брать Мартину Стоеву перерыв. 12-9. Все это позволяет, пока чувствует себя достаточно спокойно. Но это спокойствие такое, естественно, обманчивое. Одна-две ошибки. Бразильцы же могут завестись. Пока в игре чемпионов мира не чувствуется такой уверенности, что именно они сегодня при любом развитии событий заведут игру до победы. Волнообразно так немножко играет эта команда. Но опять же, все это в рамках того, что мы видели год назад в финале мировой лиги, который проходил в Москве. А на ней блестящая атака. Поверх такое ощущение Андрея он сейчас прошел. Вряд ли он способен перепрыгнуть Густаво. Хотя, как знать. Давайте посмотрим. Да, не успел. Не успел в очередной раз Густаво пристроиться. Ну и по высоте он Андрея еще обыгрывал. При этом 13-9. Тают шансы сборной Бразилии. И Владимир Николов появляется за то, чтобы помочь своим партнерам хорошей подачей. Помог бразильцам, правда, сократить разрыв в счете 13-10. Обратная замена. Цветанов возвращается на площадку. Два мяча сборной Болгарии отделяет от победы. При том, что у бразильца все нет волейболиста, который бы ошеломлял своей подачей. Вот, кстати, Андрея Насиментова это способен в лучшие свои времена. Шансы Болгар очень и очень хороши. Блок болгарской команды. Вот был шанс у бразильцев сократить разрыв в счете. Но такой чисто теоретический. Все-таки Жиба из безнадежной ситуации атаковал. Больше отыгрывался от блока. Но вот отвесный отскок такой нестрахующийся. И четыре матчбола у волейболистов Болгарии. Тодор Алексеев появился на блок. Еще один доигровщик болгарской команды, без которого сегодня вполне обходились. Ярданов. Вот подачу так наладить он и не успел. Ну и я думаю ему это простится на родине. Если вот сейчас он атаку завершит результативную. А можно предположить, что либо ему атаковать, либо может быть Пайп мы увидим. В исполнении Козийского. Ну что там гадать, давайте смотреть. Подает Марселине. А не выходил ли он в этой партии уже на площадку? Честно говоря. А, это пятый сет вряд ли. Двойную замену успевал сделать Бернардини. Просто команды на тех же сторонах, что и в четвертом сете оказалось. Такой эффект дежавю возник своеобразный. Марселине на подаче. А на ней доверили завершать эту атаку. Может быть зря. Зарабатывает блок бразильцев. 12-14. Что с перерывами Устоева. Еще есть один. Но он пока не спешит останавливать поединок. Еще очко может проиграть его команда. Тогда наверняка будет тайм-аут. Но есть и Орданов. Вновь на ней его передача. И он блестящий. Свой второй шанс использует. 15-12. Сборная Болгарии вновь обыгрывает бразильцев в стартовом матче мировой лиги. А я передаю слово нашему. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.